Здравствуйте, дорогие! Я попытаюсь ответить всего на несколько вопросов. Вопросов очень много, такая лавина пришла. Вопросов и хотя бы на несколько я попытаюсь ответить из них. И первый, какой я хотела прочитать, по-моему, он пришел от мужчины, мне так показалось. А как любить? Я понимаю, что это реакция на то, что я постоянно призываю любить, несмотря ни на что там, и в любой ситуации. Ну а как? Нас, правда, мало кто учил любить. И мне здесь хочется обратиться к словам, которые, ну, наверное, у вас у всех на слуху. Мне бы хотелось, чтобы они еще у всех были в сердце. Это первое послание Коринфянам апостола Павла, 13 глава, так называемая глава о любви. С четвертого стиха, всего пять стихов, давайте мы прочитаем. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Ну, понятно, что вот любовь, она такая, а я предлагаю вам один метод, который мне очень помог в свое время взять и слово «любовь» туда подставить «я». Вот попытайтесь прочитать это вот так вот. Я долго терплю, я милосердствую, я не завидую, я не превосношусь, я не горжусь. Знаете, вот прочитать это, ну, дальше я уже не могу больше дальше читать. Я помню, что одна женщина, когда я рассказывала об этом и попросила вот каждого прочитать, и первая же женщина, которая начала это читать, она просто закричала, я не могу это читать, это не я. Вот. И когда у вас в семье что-то такое происходит, и вы считаете, что вы правы, и вот так вот надо сделать еще что-то, или там какое-то выяснение, или даже конфликт, или какое-то серьезное решение, вот обратитесь опять к этим словам. Лучше вы их напишите или напечатайте, повесьте где-то на видное место, где они постоянно будут перед глазами. Обратитесь к этим словам и спросите себя, вот сейчас, в данной ситуации, в данной проблеме, я долго терпела, я милосердствовала, я превозносилась, я раздражалась, я искала своего или не своего. Это самая моя любимая строчка. Любовь не ищет своего. Каждый раз, когда прощаешься к этой строчке, все время понимаешь, что ты ищешь свое. Вот такая натура. Наверное, вы встречали людей, которые так живут, в святой жизни люди, но это очень труднодостижимо, и это не повод для того, чтобы так не жить. Пытаться так жить. И когда мы слабы и не можем, не знаю, тут хоть одно какое-то может быть исполняется, а все остальные нет. И когда мы так не можем жить, тогда просто попросить Господа, да, я слаба, я слаб, я не могу так жить, не получается у меня. Пожалуйста, пускай твоя сила, мои слабости проявятся. Я думаю, здесь вот такими маленькими шажками можно все-таки идти вперед, нужно идти вперед. И сразу хочется вот прочитать одно, тоже один вопрос. Муж не хочет что-то делать, когда я ему говорю, сделай, он сразу вспоминает Библию по ворчливую жену, что жена должна молчать, не учить мужа, но домашние дела от этого не делаются. Я там одна, не могу себя делать. Муж обвиняет в любом начале, что я командую, рада бы не командовать, но если не говорю, ничего не делается. Ну вот здесь опять об этом же сказано нам, когда люди венчаются, то вы все, наверное, слышите и знаете эти слова, знаменитые слова о том, как муж и я должны любить своих жен. Это послание к Ефесиным апостолам Павла, 5 глава, 33 стих. Вы слышали эти слова не раз, и вы их, наверное, знаете все наизусть. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Но слово боится вызывает иногда сомнение и недовольство, раздражение у жен. Но слово да боится своего мужа немножечко сейчас приобрело другое значение. Я хочу прочитать современный русский перевод. И жена пусть почитает своего мужа. И предложить даже еще одно значение. А жена да пусть уважает своего мужа. Почитание, уважение – это вот слова одного смысла. Так вот, что такое уважение? Почему женщине так трудно уважать? Потому что она создана Богом для любви и умеет любить. В нее заложено вот все, что нужно для любви. Много что заложено. И для нее это нетрудно. Она такую любовь ждет от мужа. Но мы сейчас говорим о жене. Господь не призывает ее любить. Это и так у нее хорошо получается. А он призывает уважать. А уважать получается плохо. Потому что женщины часто говорят, что если я не говорю, он ничего не делает. За что его уважать? Но если я вас спрошу, вот муж должен вас любить? Да, должен ему Господь соповедовал любить. Вы такая идеальная. Что за все, что у вас есть или за что-то можно любить? Ну нет, я конечно не такая, но он должен любить. Ну так почему тогда вопрос встал вдруг об уважении? Также вы должны уважать мужа. Такой он не такой, как вам бы хотелось или мечталось. Но уважение мужа, почитание его вам исповедовал Господь. Поэтому вы должны это делать. И это не вопрос чувств, это вопрос действия. Вопрос вашего поведения. Это очень длинная тема о любви и уважении. Мы занимаемся на семейном клубе, по-моему, пять бесед проводим. Если не больше, можно и больше проводить бесед. Потому что это очень серьезно. И возвращаться еще через несколько лет опять к этому. Потому что как-то забывается, замыливается. Ну вот, что я хотела сегодня сказать, то сказала. И последний какой вопрос хотелось бы прочитать. Тоже вот к этой теме относится. Хотелось бы услышать про семейные отношения. Ведь в семьях много конфликтов и недопонимания. Бывает, один в семье верит в Бога, старается исполнять заповеди, вести христианский образ жизни. А у другого свой взгляд на это. То есть женщина живет с неверующим мужем и спрашивает, что ей делать. Ну что же у меня-то спрашивает. Вот все сказано в слове. Вот. Пожалуйста. Сейчас я вам скажу, где это. Это Петра. Да, первое Петра, послание, третья глава, первый-второй стих. И там как раз Петр обращается к женам, у которых муж неверующий. Ну, здесь он назван непокоряющейся словом. Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, то есть неверующие, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидит ваше чистое, благопоясненное житие. То есть житием своих жен были бы приобретаемы для Бога. Бог такой вот метод предлагает для того, чтобы ваш муж уверовал, о чем, я думаю, вы должны мечтать в первую очередь, а не о чем-то другом. И молиться об этом. И все делать для этого. Так как приобретается для Бога мужья через жен? Без слов. То есть не критикуяя, не раздражаясь, не поучая, не выставляя себя, свою духовность вперед. А когда они увидят ваше чистое, благопоясненное житие. То есть вместо того, чтобы говорить, критиковать, поучать, постоянно тыкать тем, что ты неверующий, а я вот хожу в церковь и прочее, вместо этого посмотреть на себя. Вот я представляю чистое, благопоясненное житие. Чтобы муж вообще увидел, какая драгоценность у него в женах, сказал, Господи, каков ты, что мне послал вот такую жену. Все вокруг вот не такие, а это такая жена. Вот как приобретается неверующий мужья для Бога через верующих жен. Желаю вам как-то это услышать, в сердце сложить, об этом молиться, этого хотеть. И я думаю, что все получится у вас. До свидания. А с Богом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова